Ключи от собственных квадратных метров. Такой подарок детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей вручил глава Славянского района Роман Сенеговский. О счастливых обладателях нового жилья расскажут мои коллеги. На протяжении нескольких лет в Край и в Славянском районе действует программа «Дети Кубани», по которой строятся дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Первый дом для сирот появился семь лет назад. Тогда квартиры получили 30 человек. Этот дом стал добрым символом для Славянска на Кубани. С него началось строительство целого нового жилого микрорайона. За семь лет построено пять домов. Квартиры получили 175 человек. В том числе восемь ребят, которым торжественно вручили ключи 6 декабря этого года. Праздничная церемония состоялась прямо у порога нового дома. Разделить радость события вместе с ребятами пришли их друзья и родственники. Среди почётных гостей – глава Славянского района Роман Сенеговский. «Самое главное, что должно быть в жизни у каждого человека, это, конечно же, семья. Это крыша над головой. И я рад, что сегодня, в Новый год, вы все получаете ключи у нас, обретаете своё жильё. И я уверен, что вам это всё понравится, наши новые квартиры». Долгожданный момент наступил. Ребята, не скрывая радости, один за одним выходили получать ключи от своих новых квартир. Настоятель Свято-Успенского храма отец Иннокентий благословил начало нового этапа в жизни молодых людей. Также получили новосёлы сладости и памятные подарки. После торжественного вручения ключей ребята отправились в свои новые квартиры. Свой дом – это не просто четыре стены и крыша над головой. Это целый мир. Мир, который наполнен атмосферой добра и покоя, считает Аделина Сидорова. Переехать в новый дом девушка собирается уже скоро. А пока строит планы, как будет обустраивать своё жильё. Ведь впереди Новый год. И этот праздник Аделина хочет встретить в новом доме. «Я очень рада, что получила квартиру. Как раз перед Новым годом это всё лучший подарок на Новый год. Квартиру я ждала с 18 лет. До этого в 14 стали на очередь. Сейчас мне 19 лет. Ждала недолго. Очень рада. Квартира очень нравится». Ключи от новой квартиры Анна Федина сравнивает с ключом от новой жизни. Сейчас девушка учится в медицинском университете города Краснодара. Получение квартиры девушка расценивает как серьёзную платформу для построения будущего. И по окончании учёбы хочет жить и работать только в Славинском районе. «После того, как я закончу университет, я планирую сюда вернуться, тут работать и жить. Все очень рады и я благодарна людям, которые мне подарили эту квартиру. В общем, я очень счастлива. Спасибо». Новоселье – событие радостное и хлопотное. Ребятам предстоит ещё много сделать, чтобы их семейное гнёздышко стало по-домашнему тёплым и уютным. Но всё это было бы невозможным без помощи краевых и районных властей, которые, несмотря на непростую экономическую ситуацию, находят средства на поддержку сирот. Надежда Калинина, Георгий Калинин, программа «События».